Тема глобального потепления... Короче, говорят, дело в 2.2. Повтори, пожалуйста, вопрос про почки. Повторяю вопрос про почки. Даже сейчас, я уже... Отморозили вы почки в этом сезоне или уже нет? Да, отморозили вы почки. Здравствуйте, мы на канале Европлант. И сегодня мы беседуем с Витей по поводу глобального потепления. Это уже вторая наша будет передача. Мы в прошлый раз общались с дендрологом ботанического сада. Сегодня говорим с практикующим специалистом. Потому что Витя у нас не только ландшафтный дизайнер, но и тоже дендролог. Весь декабрь в Петербурге и Ленинградской области стоит плюсовая температура. В Москве и в Подмосковье тоже. Недавно было в Белоруссии, там просто вообще тропики. И мы хотим спросить, Витя, ну расскажи нам, ну это в принципе нормальная ситуация? Добрый день, уважаемые зрители. Мне кажется, что это почти нормальная ситуация в Петербурге в течение последних, может быть, даже двух десятков лет. Я помню еще в конце 90-х годов были зимы, когда был теплый декабрь. И это не является редкостью. На мой взгляд, каждая вторая зима в Петербурге уже имеет довольно положительные температуры зимой. В первую очередь в декабре. Но зато она продолжается практически до конца марта. Возможно, это просто некий сдвиг зимы. Зимы? Ну, посмотрим, что будет в этом году. Больше всего меня пугает история, как была, по-моему, зиму то ли 14-15, то ли 15-16 годов. Когда после такого теплого декабря, очень быстро к Новому году, опустилась температура до 20, а потом до минус 27 градусов. И было практически полное отсутствие снега. В принципе, отчего очень многие растения погибли, вплоть до померзших дробарисов и спирей. Это место для того, чтобы снять эту часть сюжета, мы выбрали, потому что здесь, на стволе дуба, растет плющ. Плющ обыкновенный, разновидность балтийская. Это растение, которое в природе доходит до островов на побережье Эстонии, Сарима и Хиема. И там он может подниматься на деревья. Севернее и восточнее, потому что градиент температур в Европе идет не только с севера на юг, но и с востока на запад. Он уже может расти только как почвопокровное растение, причем абсолютно устойчивое. Если выбрана правильная разновидность, правильная форма. С толстым листом, потому что есть две разновидности плюща. Разновидность Ирландика, субспец из хиберника, у нее достаточно тонкие и нежные листы. Она не будет зимовать у нас даже в виде почвопокровного растения. И разновидность Балтийская, у которой лист толще. Листовая пластинка по ощущениям близко к миллиметру толщиной. И осенью, при наступлении холодов, она становится такого пурпурного фиолетового цвета. И это растение прекрасно зимует в виде почвопокровного. Он иногда, в отдельные годы, пытается залезть на стволы деревьев, но, как правило, морозы ниже 20 градусов, это все сносит. Есть и другие виды плюща, которые у нас тоже могут расти, как почвопокровное. Здесь очередная попытка плюща подняться на ствол дуба. Это довольно теплое место, потому что оно защищено северопостройками, теплыми оранжереями, которые неизбежно повышают зимние температуры. И здесь, возможно, у него получится. Мы будем следить за его успехами. И надеемся, что эта зима не будет очень холодной. Витя, расскажи нам, что касается плодовых кустарников. Например, таких как крыжовник, смородина. Многих пугают, что зеленые почечки, которыми зимуют эти кустарники, начинают раскрываться. Как будут вести дальше себе эти почки, когда настал заморозки? Они умрут или они переживут эти заморозки? Стоит ли вообще волноваться или может принять какие-то меры? Может быть, стоит расслабиться и понять, что мы живем в зоне рискованного земледелия. Плюс в морском климате, соответственно, одна зима у нас бывает сибирская, другая английская. Вот сейчас у нас пример английской зимы. Поэтому, с одной стороны, они могут прекрасно пережить зиму, если они не очень сильно набухли. С другой стороны, если там уже происходит набухание почек, и они уже готовятся к тому, чтобы проснуться, сильные морозы их могут убить. Но это очень индивидуально. Это зависит от вида, от сорта, от места, где он растет. То есть, это очень индивидуальные моменты. Некоторые растения действительно уходят в зиму с достаточно зелеными почками. Например, сирень обыкновенная, она начинает пугать людей еще с ноября. Та же гортензия черешковая, у нее тоже зеленые почки. И кажется, что вот-вот сейчас они проснутся. Как повезет. Насколько я понимаю, вот эти почки, которые начали уже распускаться на кустарниках и деревьях, они во время морозов неизбежно все-таки уже погибнут. Если вегетация началась, то мороз это все убьет. Но у растений же есть какие-то запасные механизмы. То есть, само растение, само дерево, сам куст не погибнут. У него есть какие-то еще спящие почки. Да, разумеется, растение не погибнет. В худшем случае у вас пострадают почки, которые начали набухать и распускаться. В первую очередь, конечно, обидно потерять цветение текущего года или в случае плодово-ягодных кустарников плодоношение. Ну, зона рискованного земледелия и все риски связаны с этим. Мы не можем заставить растение, которое решило начать пробуждаться, снова заснуть, потому что эти процессы практически неостановимы. Теоретически можно, но опять же, насколько это будет работать, закрутить какой-нибудь куст агротекстилем. Но все равно, что такое агротекстиль? Это тряпка, которая в лучшем случае не будет пропускать ветер. То есть, она уберет ветровую нагрузку, связанную с этим обмораживанием. Но она не повысит температуру. А если вы повысите температуру, растение решит, что у нас уже почти весна, и можно снова расти, и можно продолжать раскрывать свои почки. То есть, в принципе, для большинства растений это грозит только тем, что они будут чуть меньше цвести, чуть меньше плодоносить, но переживут. Да, конечно. Да, большинство растений, если мы говорим о кустарниках и многолетниках, ну, о кустарниках, даже если они имеют много стволиков, то если даже морозом будет снесена часть кустарника над поверхностью снега, над поверхностью земли, они, как правило, восстанавливаются. Да, они теряют декоративность, без сомнения, но они восстанавливаются. Другое дело, что если мы ведем речь о деревьях, то, конечно, повреждение ствола почти всегда означает, если не смерть дерева, то значительную потерю декоративности. Там начинают просыпаться спящие почки от основания ствола, иногда это бывает подвой. В принципе, еще лет 20-30 назад в районах Ленобласти, которые находятся подальше от города и от залива, и от Ладожского озера, раз в два десятилетия, в три десятилетия могли быть снесены яблоневые сады. И я совершенно точно помню, как на моей даче, между Гатчиной и Санкт-Петербургом, в достаточно теплом месте относительно, слива смерзала под корень. То есть даже, в принципе, такое растение, как слива, всем привычное, оно... Да. Если у нас холодная зима, если у нас сильные морозы, 35-45 градусов, у нас, в принципе, бывало и 42 градуса, причем относительно недавно. Ну, это вот такой температурный перепад. Это не потому, что теплый декабрь, а потому, что за теплым декабрем может быть... Нет, если 42 градуса, то это плохо для всех. Даже если там метр снега, деревья от этого сильно пострадают. А если сейчас какая критичная может быть ситуация? Вот сейчас у нас тепло. У нас до плюс 10. Сейчас плюс 1, хотя по ощущению все минус 10. И из-за ветра, из-за высокой влажности воздуха. Поэтому вот если сейчас у нас без снега снова будут 20-30 градусные морозы, скорее всего, мы недосчитаемся достаточно большого количества растений. Некоторые многолетники могут погибнуть, кустарники могут обмерзнуть и так далее. Увы, это реальность нашего региона. Витя, все-таки с розами мы их раскрываем или оставляем как есть и не трогаем? Я думаю, что их нужно оставить как есть. Потому что если вы живете на своем участке постоянно, и каждый день, смотря прогноз погоды и текущую ситуацию, можете их открывать или закрывать, возможно, частично сбоку их можно приоткрыть. Если вы приезжаете на дачу зимой раз в неделю или раз в месяц, то вы не сможете, скорее всего, очень быстро их закрыть при необходимости. Либо вам придется специально ехать. Конечно, они могут сопреть. Теоретически такая возможность есть. Всегда. Это всегда риск. Это растения рискованные в нашем климате. Но надо это понимать. Поэтому, если вы готовы идти на эти риски ради красоты цветов, то тогда примите их и расслабьтесь, и наслаждайтесь хотя бы теплым декабрем, может быть, теплым январем, по крайней мере, прогнозы, пока не обещают сильных морозов. А там уже и весна подоспеет. И нужно будет думать о другом, в том числе о покупке новых роз. Ну, в принципе, если растение обработано фунгицидами, там, наверное, под укрытием... Я думаю, что да. Нет, ну вот по моему опыту намного хуже, если вы эти розы вовремя не закроете до того, как наступят морозы ниже минус 20 градусов. Тогда это все будет обмерзать по уровню снега и, в общем-то, даже по уровню почвы. Если они у вас укрыты, правильно укрыты, то есть воздушно-сухое укрытие, окучивать не нужно. Сверху этого воздушно-сухого укрытия положить листик пленки, чтобы оно было сухим все-таки, а не намокшим агротекстилем, то, скорее всего, все будет нормально. Ну и весной обработать тоже, обрезать. В принципе, они зимуют нормально в таких условиях. И даже плюс 10, даже в течение 2-3 недель для них не критично. Плюс не забывайте, что то, что вот у нас здесь, это совсем не то, что на Карельском перешейке Уленобласти или в районах к югу от Гатчины, например. Там все-таки температуры ниже. Вот здесь центр города практически. Петроградская сторона. С одной стороны Нева, с другой стороны Нева. Рядом залив. Центр большого 6-миллионного города. И здесь плюс 1 сейчас. Ночью, может быть, минус 3. Потом, может, снова плюс 5. Скорее всего, они спят. И даже если что-то отрастет, ну, отрежете весной кусочек лишний. И все. Я не думаю, что что-то случится. Мне кажется, не надо переживать. Ну, я думаю, что на этом мы и закончим историю с розами. Мы дождемся весны, и тогда уже ты нам расскажешь, что нужно делать с ними весной. Когда их лучше раскрыть, когда их лучше обрезать. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. К розам вернемся уже весной. Спасибо. Всего доброго. Так что глобальное потепление за процесс изменения климата. Не значит, что там всем будет тепло. Нет, все. Без шапки. Шапку нацепи, не мучайся. Я буду говорить, как идиот. Давай, нацепи. У тебя хайр растрепан. Иди шапку нацепить. У тебя хайр растрепался. Нет, все. Скажи ему, что у него хайр растрепался.